Всем привет! Сегодня, как и обещал, будем разговаривать по теме реставрации игровых консолей. Я с вами сегодня поделюсь своим опытом. Если у вас тоже есть какие-то лайфхаки, фишечки, которые вы используете в процессе коллекционирования и реставрации своих игровых всяких девайсов, поделитесь в комментариях, буду вам очень благодарен. Ну, а я сейчас аккуратненько перемещусь к столу своему рабочему и там все посмотрим. Все вам покажу, все расскажу. Итак, сразу покажу, что у нас будет в нашем сегодняшнем видео. Вот эта замечательная консоль под реставрацию сегодня пойдет. Вот эти вот все штуки, которые будут участвовать у нас в обзоре. Сразу их немножко заспойлерю. Вот это так называемые инструменты. Чуть попозже я по каждому из них расскажу, для чего я их использую и что я с ними делаю. Это значит у нас самый простой, самый что ни на есть черный маркер. Чуть позже я вам расскажу, для чего я его буду использовать. Соответственно, две щеточки у нас. Одна абсолютно мягкая, да, есть же три, по-моему, типа. Там жесткая, мягкая и средняя. И вот эта самая жесткая, жесткая. Две щетки. Кисточки разных, соответственно, разной толщины, но очень качественные. Очень, достаточно дорогие кисточки. Разноцветные, значит, акриловые у нас краски. Компании «Звезда». Вот тут разные цвета. Штрих обычный, белый. С медведем. Клей. Обычный канцелярский клей. Зубочистки. Стерочка. Пластиковая карта. Этиловый спирт 95% можно литр. Платные диски. И качественная тряпка. Это у нас тряпочка из глобуса. Вот именно с такими пупырышками она самая лучшая, самая мягкая. Не оставляет никаких царапин при протирании. Вот такой здоровый рулон. В целом, ребята, это все инструменты, которые я использую для реставрации различного игрового стафа. Это все, что касается косметической части. Понятно, что если что-то там с электроникой, можно где-то что-то и подпаять. Какие-то элементарные навыки с паяльником вам тоже надо будет освоить для того, чтобы какой-то мелкий, несложный ремонт производить. Что, собственно говоря, я сам и делаю. Вот если что-то сложное там, что-то летит. Нет, я в эти дебри не лезу. Есть люди, которые посвятили этому жизнь. Я им это все передаю, они мне помогают. Вот. Каждый, на самом деле, как говорил профессор Преображенский, хорош в своем, да, в большом 73 пусть поют, а я буду оперировать. Итак, напомню. Мы, соответственно, с вами сегодня собрались ради реставрации вот этой замечательной консоли, которую вы видели в прошлом ролике. Она у меня есть. А, кстати, хотел вам показать, в каком состоянии пришел АВФ Микон. Ну, и хотел, чтобы он был, собственно говоря, на реставрации. Но реставрация ему не пригодилась. Он абсолютно новый. Он даже ни разу не доставался из коробки. Ни единой царапинки, вообще ничего. Просто абсолютно новый аппарат. И в реставрации он никакой не нуждается. Также Джесси, который к нему шел, он даже не вынимался из пакетов. Вот. Все абсолютно запечатано. Коробка, правда, не очень, как бы, ну, в хорошем состоянии. А так все супер. Поэтому сегодня будем реставрировать Сегу и Джесси, который шел к ней. Я уже здесь, смотрите, немножко реставрацию провел так, бегом, потому что у меня штрясло от такого косяка. В общем, походу, японец курящий был и, значит, сюда уронил то ли окурок, то ли что. Короче, было прожено здесь. Было, знаете, такое белое обугленное пятно. Все, что мне потребовалось, чтобы на скорую руку вот этот момент немножко поправить, и чтобы он в глаза так быстро не бросался, это наш вот этот такой черный замечательный маркер. Очень хорошая штука. Все вот эти белые места, которые у нас видны, можно аккуратненько подкрасить. Все супер. Ну, по крайней мере, становится гораздо лучше, чем было. Вот. Джойстик, обратите внимание, он тоже весь грязный. Такой весь в царапинах. Царапины везде. Видите, да, вот от сальных рук, от сальных там различных там вещей, вот все это грязное все, ну, даже страшно держать в руках. То же самое примерно с нашей Сегой. Тут какой-то на контакте то ли сахарное какое-то пятно, то ли что. Царапина вот одна. Вот здесь еще пару царапин сверху. Глянец весь мутный. Кнопки тоже уже такая, ну, немножко пожелтела. Чуть-чуть совсем. Вот. Основная претензия к этой консоли, то, что она грязная, как свинья. Вот. Основной принцип, ребят, всех вещей, ну, и вообще реставрации косметического какого-то ремонта. Забыл, самый главный инструмент показать, это мыло, ребята. Вот основной принцип любого косметической реставрации, это, конечно же, мыло. А вот эти вот замечательные щетки, которые я вам показал, и тряпка. Все. Это для того, чтобы восстановить внешний вид. В любом случае, каждую консоль или каждый девайс, который вам попадает, ее надо помыть аккуратно. Вот. Для чего нужно мыть консоли в особенности, да? И, как бы, чистить их. Для того, что, во-первых, иногда случается так, что вот в этом, этот слот со временем окисляется, да, загрязняется, и карики ваши не читаются. Его надо будет чистить, чуть позже покажу как. Вот. Ну и, когда вы вскрываете консоль, там вот эта приставка конкретно 88-го года выпуска. Соответственно, в ней внутри куча пыли. Японской, подчеркиваю, пыли. Хрен он знает, что там за пыль. Поэтому, ну, любая пыль, она неприятная. Ее лучше почистить и вычистить полностью. Вот. Я, для того, чтобы вас не шокировать, уже эту приставку вскрыл и пыль, вот, большие шматы вытащил. Да, вот, смотрите. Сейчас здесь более-менее чистенько, есть пыль. Вот, она как бы видна, что есть пыль. Сейчас мы эту консоль пойдем купать. В плане купания все очень просто. Как я уже сказал, нам потребуется жесткая щетина и мягкая щетина. Для чего нам нужна жесткая щетина? Жесткую щетину мы используем для поверхностей не глянцевых. Да, вот, вся вот эта верхняя часть. Вот здесь можем жесткой щетиной, соответственно, с мылом. Ну, под воду, соответственно, окунайте все это дело. Вот. И мылом все это намыливаете, щеточкой трете. Для вот таких глянцевых поверхностей, вот таких вот, как этот круг, вот здесь, соответственно, мы используем с вами мягкую щетку, для того, чтобы не нанести больше сарапин, чем есть на ней сейчас. По поводу слота, как его чистить. Ну, как чищу я его, по крайней мере. Вот берем и карточку. Вот она такая. Вот наш спирт 95%. И берем ткань. Такую не советую. Она оставляет внутри самого разъема ворсинки. Берите ткань поплотнее, чтобы она, ну, такая плотная была. Соответственно, обматываете вашу кредитную карточку в один слой, например, да, или там любую другую пластиковую карточку. Мочите вот эту часть, соответственно, спирта. И начинаете вот так вот вставлять и вынимать. Вставляете и вынимаете. Гляди. Пятачок. Ой. Выходит. То есть, его входит. Входит. И выходит. Вот. После таких манипуляций у вас контакты вот здесь вот почистятся, соответственно, и карики ваши вновь будут читаться. Сейчас, соответственно, весь этот корпус, я вот эти все болты и саму плату сниму, всю пыль здесь, соответственно, выдаю. Вот. По корпусу еще что хочу сказать, что я буду делать, да. Сейчас его помою, вы увидите абсолютно другое состояние консоли. Вот, запомните ее, как она есть. И вот здесь, смотрите, на 16 бит у нас есть здесь повреждения. Золотинка немножко стерлась. Соответственно, чтобы этот момент поправить, я использую следующую вещь. У меня есть акриловая краска. Обратите внимание, вот она золотая. Соответственно, любые цвета, черные, какие вам нужны, можно купить. В чем преимущество именно акрила? В том, что он легко наносится и также абсолютно легко стирается. Если вы что-то где-то промахнулись, опять водичкой стерли, все у вас замечательно. Если акрилу дать чуть-чуть подсохнуть, он более плотно сидит на поверхности. И просто при протирании, скажем так, влажной тряпкой вы акрил не сотрете. Но, если речь идет о часе, о двух, вот как только его нанесли, он стирается очень легко. Поэтому, для реставрации акриловая краска – это просто идеальная штука. Берем кисточку. Конкретно, если поверхность толстая, можно потолще взять. Если совсем ювелирная работа нужна, берем самую тоненькую кисточку. Вот. Собственно говоря, вот здесь я вот этот момент поправлю. Когда я все это сделаю, вы увидите разницу. Вот эти царапины и вот эти две царапины я попробую использовать вот эту черную краску. Возьму самую тонкую кисть и проведу несколько полосок. Потому что, почему у нас они выделяются, эти царапины? Да потому что они уже как бы и не черные, а такие светлые. Если черным акрилом провести аккуратненько линию, этот момент должен у нас гладиться и уйти. Вот. Так что, ребят, сейчас буквально мне потребуется минут, наверное, 15. Для вас это будет мгновение. Вы увидите, какой результат. Запомните, пожалуйста, вид вот этой консоли. Вот. У нее задняя часть. Еще разочек посмотрите. И вот здесь вот уголочек. Мы его подклеим клеем обычным. Вот я его показывал. Вот такой. Прекрасно подходит для различных наклеек из-под кариков и другой всякой макулатуры, которая прекрасно подклеивает. Даже вот рваные буклеты между собой прекрасно можно склеить вот этим клеем. Да, ребятки, все еще хуже, чем я ожидал. Вот сейчас я ее помыл. Понятно, что она стала чище, но вылезли, повылезали еще вот такие моменты. Вот здесь какая-то фигня, точка такая крупная. Здесь вот прям такие царапины здоровые. Вот прям по каемке идут, да? Здесь тоже ров. Все это мы будем подкрашивать, стараться. Насчет царапины даже не знаю. Вот здесь тоже такая здоровая. Вот. Может быть, есть смысл воспользоваться полиролью для пластика? Ребят, напишите в комментах, кто прям вот пользовался полиролью для пластика, для игревых консолей, как он вообще себя ведет. Понятно, что первое время он может выглядеть красиво, блестеть там и так далее. Но через какое-то время, какие последствия, в принципе, для пластика? Мне вот этот момент интересен. Если уже опыт есть, напишите. И вот здесь, помимо вот этого содранного угла, да, здесь вот поверху тоже вот появились, я вижу. Все это придется закрашивать акрилом красиво. Задняя часть не исключение. Тоже досталось ей прилично. Все в царапинах. Вот. Но зато теперь чистенько. Ладно. Сейчас под шаманю все эти дела. Еще раз покажу. 15 минут. Полтора часа. Ё-моё. Я просто не ожидал, что она будет в таком херовом состоянии. Пришлось повозить с ней. Но результат вы видите перед вами. Собственно говоря, вот наш консоль. Что было и что стало. Ну, я стоп-кадр сделал, чтобы вам видно было. И задняя часть. Ну, вот. Смотрите. Не сказать, чтобы она прям похорошела. Но, как по мне, так значительно лучше смотрится. Вот. Единицу я поправил. Тут достаточно потерто все. Но, тем не менее, как бы, выглядят теперь значительно лучше. Эти царапины здоровые, которые были, я их аккуратненько залил, соответственно, акрилом с помощью кисточки тоненькой. Вот. И теперь они видны только под углом. Когда вы консоль вот так вот поворачиваете, видно, да? Ну, когда... Ой. Когда вы смотрите просто так на консоль, все четко. Никаких царапин, все здорово. Сейчас задний к вам покажу. Так. Ну, вот наш задник. Тоже, как по мне, значительно стало все красивее. Наклеечку я отреставрировал. Уголочек подклеил. Закрасил. Он был белый. Местами, где там были покоцанные, соответственно, вещи всякие. Ну, вот на самой наклейке были белые уже содранные. Все тоже закрасил. Все четко, все хорошо. Все вот эти царапины я закрашивал акрилом, как я уже сказал, да? Что касается бумаги, здесь я работал уже маркером. Четко так, по точечке аккуратненько замазал. И, ну, видно только, если прям уж совсем всматриваться. Вот так вообще здорово смотрится наклеечка теперь. Круто. Made in Japan. Sega. Честно говоря, я что-то устал. Полтора часа возился к консолью. Вот. Джойстик точно не буду реставрировать. Это потом как-нибудь завтра продолжу снимать. Для вас ролик, собственно говоря, будет небольшим. Но, тем не менее, у меня аж эта эпопея на два дня, скорее всего, растянется. Ладно, врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Давайте я за один день все это попробую снять. Значит, для чего используем мы вот эти инструменты, вот эти вот замечательные. Картриджи есть у нас, да, вот такие, такие, вот отсеги плата. В 90% случаев все картриджи, особенно если речь идет об оригинальности и оригинальных картриджах, они рабочие. Когда там где-то что-то пытаетесь купить, и написано, не работает. Скорее всего, работает просто вот этот план, планка, точнее, вот эта, она загрязнилась, окислилась со временем. Как бы вы хорошо картриджи не хранили, все равно здесь появляется некая пленка, которую надо защищать. Если, соответственно, загрязнение небольшое, достаточно спирта, вот протерли ватным диском или ватными палочками, я обычно палочки пользуюсь для этих вещей, и все, у вас картриджи, соответственно, работает. Если загрязнение пожестче, там уже с наростами всякими, вот используйте стерку. Сначала стерочкой со всех сторон прошлись и добили спиртом. Все, у вас картридж опять рабочий. Какие рекомендации по TV Game могу дать? Вот эти оба картриджи, смотрите, они какие клевые, чистенькие все дела, да, вот. Они мне достались в ужасном виде, просто черные, грязнющие, просто нереально. К ним было страшно прикасаться. Сейчас, блин, милое дело. Все тоже очень просто. Разбираем, соответственно, картридж. Вот эту заднюю крышку можно полностью помыть с мылом, да, и с верхней частью немножко поинтереснее. Ну, плату, соответственно, внимаем, чтобы не намочить. Вот. По бокам аккуратненько чистим щеточкой, не затрагиваем, ну, с мылом, соответственно, да, не затрагиваем вот эту обложку. Бока вытерли аккуратно тряпочкой. Что касается наклейки, здесь очень осторожно. Соответственно, чуть, ну, влажную щеточку в мыле, соответственно, повозили. И вот, начиная с центра, не затрагивая края, соответственно, чуть-чуть потерли, ну, да, вот, шух-шух-шух-шух-шух по наклеечке. Соответственно, старайтесь делать так, чтобы у вас очистка была от центра по краям вниз, от центра вверх и от центра по бокам, чтобы не задирать наклеечку. После этого влажной тряпочкой протерли, мыло, соответственно, сняли и сухой вытерли. Все. Здесь не потому, что я херово реставрировал картридж, а потому, что он же был в таком состоянии, еще с ним, как бы, ну, лучше не сделать было. Но теперь он чистый. Вот. Здесь, собственно говоря, не была повреждена наклейка, поэтому все четенько, все аккуратно, все очистилось. Никакой грязи, никакой пыли. Вот. Это, что касается по ТВ-гейм-карикам. Ну, и вообще по картриджам, в принципе. Давайте возьмем, затронем немножко тему по обложкам. Да, бывает так, что обложки повреждены, вот, и можно купить цветные фломастеры для того, чтобы вот эту тему поправить. Вот в данном случае конкретно, да, давайте посмотрим, что здесь можем мы исправить. Вот черная обложка, у нее есть проблемы. Она задрана, соответственно, здесь у нас есть такие белые пробелы. Запомнили, да, как это выглядит? Сейчас я все это поправлю и вам покажу, как стало. При вас, пожалуй, я поправлю, чтобы вам видно было. Так. Итак. ну вот что у нас получилось видите здорово красота никаких белых ободранных мест все супер на полке смотрится здорово также можно купить другие цвета фломастеров и вот так вот обложки реставрировать аккуратненько никуда не торопиться по точке чтобы сильно обложка не намокла но требуемое место было закрашено все обложку можно таким образом установить будет здорово смотреться теперь по дискам я на самом деле думал что это вообще очевидный факт но почему-то мне ребята даже знакомые мои задают вопросы как чистить диск ps3 я думаю что это элементарная тема но многие не знают оказывается давайте я вам расскажу как их чистить и ну об особенность соответственно в чем там фишка то на дисках 3 вообще стоит защита от царапин да на blu-ray дисках там есть защита и чтобы поцарапать надо реально быть вандалом чтобы вот поцарапать blu-ray диска от компании солью диском ps3 все просто если на нем есть отпечатки пальцев какие-то слюни пыли всякая остальная фигня нам потребуется две просто хорошие тряпочки одна там чистовая другая под более грязные какие-то вещи соответственно берем одну тряпку протираем диск вытираем большие какие-то загрязнения да можно соответственно там чуть не подуть а знаете там подышать короче говоря на диск вот и аккуратненько так ну влага остается на диске аккуратненько протереть вот а вот эта тряпочка уже финишный потом до состояния блеска доводим вот полиролька вот эта тряпочка так и полируем из-под очков она еще используется прекрасно подходит для этих вещей все дисками ps3 никаких проблем по очистке у вас не должно возникнуть что касается дисков ps1 ps2 если там есть отпечатки пальцев ну все вы нормально эти отпечатки пальцев не сотрете если вы будете их пытаться стереть там у вас появятся царапины не нужно этого делать есть специально для этого машины это куча геморроя и из машин надо купить мне надо разобраться как она работает короче лучше покупайте диски ps2 ps1 вот ну даже xbox 360 везде без отпечатку пальцев что касается ps3 поэтому я и люблю собирать коллекционерную консоль ну любой диск можно оттереть он у вас будет как новый что касается и обложки что касается самого диска все четко теперь хотел бы с вами поговорить по поводу пожелтений на консолях и на других устройствах связаны с этими играми консоли что касается пожелтений я вот за свой опыт там ну сколько пять или шесть лет я уже занимаюсь коллекционер вот этого всего так и не нашел нормального способа который позволял бы убрать желтизну если желтизна только-только скажем так начинает поступать варианты еще есть просто берете мыло берете соответственно тряпочку и прям трете с усилием до появления нагрева так называемого да и вот этот нагревом позволяет вот эту желтизну поверхностную убрать в этом проблем нет но если желтизна уже годами копилась на консоли да то здесь уже практически ничего не поделать вот смотрите данный экземпляр он ровно сверху покрылся такой слегка желтизной я не могу сказать что это консоль прям супер желтая нет она не желтый но обратите внимание низ у нее не желтый он такой как который должен быть да а верх у него более темный соответственно не потому что разные крышки да а потому что вот таким образом равномерно где-то на солнце каждый день периодически консоль стоял на открытом пространстве почему желтеют консоли на них попадает источники света если вы видите где-то но с одного бока у вас желтизна до другого бокса нормально просто консоль у кого-то стоял на столе там прикрыта с одной стороны занавеской до солнца ну вот например на правую сторону не попадала а на левую каждый день из дня в день в год в год соответственно вот по этой части проходило солнце и поэтому ваш консоль пожелтела происходит господа и дамы химическая реакция которая разрушает пластик и вы уже ни черта не сделаете если у вас желтая консоль чтобы консоль не желтела она должна находиться в тени в вашей полке где солнце никогда не попадает вот ну и пожалуйста она может быть открытой ставится в полке вы можете каждый день на ней играть и она никогда не пожелтеет если вы правильно будете хранить есть особые скажем так умельцы которые пытаются решить этот вопрос с помощью различных перекисей водорода гидроперита и все по большому счету когда они приходят в аптеку они выглядят примерно так здравствуйте что ищете я могу вам чем-нибудь помочь да у вас есть жидкий нитрогальцехрин да что ж я думаю у нас что-то есть такое одну секундочку у этих способов есть куча на самом деле минусов да плюс вы конечно от от значит от отрете свою консоль точнее ну она станет у вас чуть побелее не факт что она прям станет прям вся белая да может быть местами она будет белая а другими местами она будет желтоватый то есть тут тоже как повезет ребят надо понимать что вот при подобных жестких воздействиях на пластик а пластик ваш структуру теряет он разрушается становится хрупким второе вы не сможете там в пол-литра гидроперита например да положить вот эту консоль вот это вот надпись open например да она у вас либо побледнеет либо сотрется если у вас есть скажем так какие-то бумажные вещи да вот например как логотип дэнди слона да вот он важен и ценен для коллекционеров он все это сожрет понимаете вот этот метод с отбеливанием абсолютно не подходит для игровых консолей как я считаю вот и единственное и самое верное не покупать пожелтевшие консоли покупать хорошие консоли и правильно их родить и будет вам счастье что-то я тут слышал тему по поводу что желтизна консоли и ее только красит и что это круто ну это как говорится говорит о ее рарности на самом деле парни вот в консольном мире желтизна не ценится самые дешевые консоли зайдите на ebay это желтая консоль они никому не нужны вот можно провести аналогию например с монетами на давайте посмотрим вот есть монета настоящие серебро видите гурт какой у него красивый и вот здесь орел австрийская монета да вот вот на ней если вы посмотрите внимательно видна четкая такая патина такие темные пятна она здесь не ровно это пати но тем не менее она красивая даже если она здесь была ровная монета ну как бы новая монета она блестит а вот здесь на серебре образовалась патина так вот среди коллекционеров нумизматов патина всегда в цене если вы ее пойдете помоете потрете монета ваша потеряет цене все касается консоли в точности наоборот чем чище ваша консоль чем она навеет тем она дороже стоит ну и как по мне она приятнее выглядит когда она чисто не желтая что хочется теперь сказать сухом остатке до видов реставрации и чистки существует на самом деле масса каждый использует тот вид которому удобен и интересен может быть даже исходя из подручных средств которые у нее есть дома но как мне кажется я вам показал самые универсальные которыми я пользуюсь каждый день и каждый раз когда мне попадается какой-то девайс который я оставляю себя в коллекции я обязательно его реставрирую ладно ребятки что-то я устал с этим обзором на самом деле затянулся он вот ну я не знаю как для вас получится скорее всего не затянуты но тем не менее если я кому-то помог очень рад если у вас скажем так есть какие-то советы по поводу реставрации я буду очень признательны если вы напишите о них в комментариях потому что но для меня это тоже очень важно это мое хобби да мне нравится реставрировать вот подобные вещи игровые консоли в частности вот поделитесь ребят буду вам очень благодарен все всех обнимаю увидимся